А куда мы идем? Так вам покажу Так, покажу, покажу, покажу столько народу Видите, куда? Ой, не видно отсюда Икея Сегодня воскресенье Народу Народу смотри в уши За сколько времени, уже сколько лет прошло, я опять пришла в Икею Все потому, что моему сыну нужно Вот мой сын, поздоровайся Исамнесис Исамнесис, молодец, такой шутник По татарски поздоровался с вами Так, смотрите сколько народу Глазейте на следов В Икее даже носки стали продавать Так, мы прям пришли, прям в столовку Ощущение Икеи незабываемое, особенно воскресенье, да? Это свой какой-то мир Свой и специфический мир Нам нужны гардеробы Типа вот таких Будем смотреть большой гардероб Ну какая цена, с ума сойти 2000 евро Вау Это без дверок такой гардероб У них, почему без дверок делают, потому что у них для этого есть специальные комнаты гардеробные Но нужно и без таких гардеров обойтись Купить вот такие, которые устраивают Эти выдвижные просто ящички такие сеточные Смотрите, повесили серую одежду, чтобы не оттеняло, наверное, все это дело. Смотрите, пожалуйста, вас таскаю с собой везде. Давай я сама себя покажу тоже. Такая я красавица, покажи, подожди, подожди. Вот это мой сыночек. Идем с тобой вместе. Мой сынок, это моя сестра, а это я. Вот наше семейное фото. Давайте буду снимать уже, а то я не снимаю, хожу, просто так хожу. А что без дела ходить? Буду снимать и вам рассказывать кое-что. В общем, нам шкафы здесь не понравились. Именно икеевские шкафы нам не понравились. Мы хотим, мы хотим этот, или в Юски посмотрим, или в Трейдмакс. Он сам не знает, что он хочет. То он такое хочет, то он всякое хочет. В общем, икеевские шкафы, шифонеры нам не понравились. Они нам не подходят. Конечно, ручки можно вот так, какие угодно сделать. Во-первых, тут сумасшедшие цены. Цены, конечно, сумасшедшие. Это просто невозможно с такими ценами. Пусть они сами покупают, а мы будем смотреть. Вы знаете, мы посмотрели на Блокет, и Блокет, это вот как со вторых рук, да? Есть такая же, у вас, не знаю, как Авито называется, а у нас называется Блокет. Ну, Блокет мы тоже не советуем ему покупать, потому что там хорошую вещь не продадут, только старье всякое за 100 крон, лишь бы увезли у них из дома. Я сегодня в своих обновках, если вы видите, буду снимать на большой объем. Не с той стороны. Сегодня у нас очень быстрая пробежка здесь, потому что я же работаю, даже сегодня то, что в воскресенье, я все равно работаю после обеда, поэтому мы очень быстро все делаем, туда-сюда бегаем. В общем, ребята, вот такая пробежка у нас, быстрая пробежка, где-то минут 40 заняло, ну, может быть, даже меньше, но мы вам хотим сказать, Икея нас разочаровала. Мы просто разочарованы Икеей. Ничего хорошего нету, ну, я, может быть, на что-то другое хорошее, но насчет мебели, куда вот он лечится, куда? Альбинос еще он. Хотя людей нельзя по такому признаку. Так, что-то по-другому, да, сделали здесь? Телеги поставили, потому что обычно сюда люди приходят без телег. Смотрите, здесь не было этих телег, они были только при входе. По-другому перестановку сделали, я же говорю, меня давно здесь не было. В общем, мы разочарованы мебелью, и вам не советуем покупать. Покупайте в других каких-то производителях, но не в Икее. Что-то они совсем уже расхолажились, да? Как называется? Цены. Цены сумасшедшие, да. Раньше были бюджетные цены. Ой, смотрите, какие красивые пьялушки. Ну, хоть, я думаю, пьялушки-то они сделают хорошие, да? Да, разноцветные. Да, мне очень нравится. Очень хорошенькие. А это что-то палочки, китайские палочки. Так, здесь тоже пробежку сделаем небольшую. Но мы еще на самом деле ковры должны посмотреть. Вот так вот потихоньку дойдем до ковров. Хочу вам сказать насчет вчерашнего шорта моего, про сербскую демонстрацию, когда сербы были. Оказывается, это был футбольный лаг. Как будет переводиться футбольный лаг? Спортивная, в общем, футбольная команда, да? Это были его болельщики, которые приехали из Сербии или собрались со всей Швеции, и они приветствовали Златана, и, в общем, играли с сербами. Поэтому там такая демонстрация шла. Я ничего не знаю, сижу там у своих бабок сверху, на этажах, на седьмых, и снимаю, да, шортики. Вот, а сейчас мне сын рассказал, что это была за демонстрация. Так что ничего страшного, оказывается, болельщики. Пришли на постели. Есть дешевые постели до 200 крон. Я имею в виду пододеяльнички. Но я близко подходить уже не буду. Смотрите, какие красивые цвета. Это простыни. Слушайте, цвета-то хорошие. Или что это? Или пододеяльники. Это пододеяльник. Очень красивый цвет. Сколько он стоит? Стоит 150 крон. Прекрасно. Или? Подождите. Да, 150. Так это все. Еще мы в этом постельном. Постельные тона, как говорится, да? Ну, в Швеции действительно постельные тона. Знаете, какое под этот матрасик. Мы все бегаем. Мы хотим, потому что успеть. Еще один магазин рядом есть тут. Если туда хотим зайти, мы хотим везде успеть. Наш постел везде поспел. Слушай, они еще на всех этажах сделали кафешки. Такого же не было. Не было перекус, хотите? Нет, нет. Смотрите, кафешки сделали на всех этажах. Я обратила внимание. Такого раньше тоже не было. Было только в одном месте, где толпа собиралась. Но уже они мне испортили свою, это как сказать, репутацию. Когда мы приходили в последний раз, и была грязная столовка. Если вы видели, моя Икея я, может быть, прикреплю. Там было очень грязно. И после этого я сказала, что я кушать здесь в Икея больше не буду. Так что, один раз испортишь репутацию, второй раз уже не отмоешься, правда? Уже мы даже идти не хотим смотреть, что там. Поэтому всегда первую, никогда не портите, не то, что первое впечатление, а вообще не портите свою репутацию. Делайте все хорошо. Чтобы люди не разочаровывались, потому что другого шанса не будет исправиться. Так, конечно, они все переделали, это все стоило денег, поэтому они все и подняли цены. Я понимаю, я понимаю, почему они поднимают цены. Много постеров здесь разных. Смотрите, какие яркие, красочные, интересные постеры по 100 кром. Так, ну они вообще по-другому все сделали. Совсем. Смотрите, как будто вот такие вот комнатки. Очень хорошо. Мне нравится. Раньше же цветы тоже не так были. Очень много искусственных цветов. Очень много. Вот этот весь угол, это все искусственное. Это все искусственное. Очень прекрасное. Люди ищут искусственные цветы, кстати, с удовольствием. Так, а впереди у нас там, смотрите, искусственная орхидея. Посмотрим, сколько она стоит. Стоит она 150 крон. 15 евро. Вам нравится такая орхидея? Мне очень нравится. Я даже думаю теперь. Вот эти все цветы. А, это живые, да? Живые. Я думала, тоже искусственные. Маленькие. Смотрите, миниатюрненькие цветочки. А это воду ставить. Китайское какое-то дерево. У меня раньше такое было. Прямо тут джунгли настоящие. Так, вот мы пришли на ковры, на то, что нам надо было. На ковры. Ковров выбор большой. Очень. Будем смотреть. Тоже, видите, все в постельных тонах. Это Швеция. Но у нас есть очень много магазинов здесь. И турецких, и иранских, где продаются ковры. Вот этот коврик ничего, да? Сколько он стоит? Вот цена. Тысяча, почти что тысяча крон. Нормальный коврик. Тут что-то есть по 3000. Вот они смотрят наши. Что-то тоже нейтральное он смотрит. В общем, ковры тоже мы посмотрели. Выбор небольшой. Ну, посмотрите, ну что это за ковры? Что это такое? Вот это что? Вы постелите дома вот такую дирюгу? 700 крон стоит. Нет, нет, нет. В других магазинах намного лучше выбор есть. Что-то Икея меня вообще разочаровала, расстроила. Икея уже не та. Так что не советую вам. Если вы меня спросите мой совет, я вам категорически не советую. Может быть, какие-то мелочи, посудки, что-то покупать. Но ни мебель, ни ковры, ни люстры. Выбора никакого. Мы выходим отсюда, ничего не взяли. И то он две подставки для телефона. Покажи, какие подставки взял себе и своей любимой жене, с которой разошелся. Дешевый подарок для нее взял. Короче, тетя Лиля ваша, вы не думайте, что я депрессивная. Я совсем не депрессивная. Смотрите, как они красиво там сделали. Вау. Просто я реальная, ой, подождите, реальная и честная. Я говорю то, что я делаю. Может быть, кому-то это не понравится, кому-то это не нравится. Но, как говорится, нравится, не нравится, терпите. Потому что надо говорить всегда правду. Быть критичным ко всему. Когда покупаешь мебель или что-то, зачем рекламу ложную делать, правда же? Вот такой вот я человек. Еще, знаете, хотела вам сказать насчет этого, насчет фильма. Фильм, который я посмотрела, Кровавая, Кровавая барыня. Фильм мне, как сказать, понравился. Я его два дня смотрела. Там 13 серий. Я его смотрела два дня. Уже последние серии. Я торопилась на работу и хотела досмотреть. Сделала на ускоренной скорости. Сделала этот фильм. Досмотрела. Там, конечно, фэнтези смешано с реальностью. Но мне фильм понравился. Потому что люди любят, когда много кровушки, много этого. Там режут, зарезают, убивают. Убийство по ножовщинам. В общем, люди любят такое. И я не исключение. Я тоже такие вещи люблю. Так, попросил себе быстрее быть. Для тех, кто без покупок, отдельный выход оказывается. Отдельный, с отдельного выхода. Так, вон там сосиски знаменитые. Сосиска с этим, с кетчупом. Смотрите, какая девушка улыбается нам. Видели, какие у нас охранницы ходят? Она подошла и сказала, ну, вы можете снимать, но только не кассу. Но мы же кассу не снимали. Хорошая, да, мокраники? Как крокодил прямо она выглядит. Если вы рассмотрели ее. Так, ну что я насчет фильма-то говорила? Забыла. Уже всю малину мне, короче, испортили тут со своими охранами. В общем, фильм понравился, могу рекомендовать вам. Называется «Кровавая барня». Российский фильм, российский сериал. Я лояльна ко всем студиям, киностудиям. И смотрю, если фильм хороший, то я говорю, что он хороший. Мне понравился. Покажи-ка вот это. Вот такие он купил, две подставки для телефона. Но для моего телефона не пойдет. У меня Samsung последней модели. Говорит, что один подарок. Берешь два, один подарок. Ну, бесплатный. Представляете, ну хоть это не так хорошо. Мы не знали, что так. Смотрите, какие тучи у нас. Какие чайки летают. В общем, мы решили поехать в один магазин. В один райончик арабский. Ну и он тоже дорогой магазин. Ну хорошо, давайте. Как хотите, так и будем делать. О, смотрите, здесь какой базарчик даже есть. Ну, авокадо за 15, а два за 20. Они большие. Смотрите на мои руки. Манго. Там подалеки арбузики. Ну, это очень интересное. И крупы, смотрите, какие хорошие. Викторинчики. Мне очень нравятся. Персики. Вот она, такой персик. Ахаха. Представляете? Абрикосы какие большие. По 50 крон. Идем на парковку. Сегодня прям забитая парковка. Еле-еле нашла место себе там. Решили в другой магазин поехать. Я хотела в арабский поехать. Там очень хороший выбор ковров. Недорогие, прекрасные ковры. И огромный выбор. Но они хотят в шведский магазин. Нам вот сюда. В эту сторону. А, да? Ахаха. Я даже не вижу свою машину. Вот липушка, да? Она у меня здесь стоит, моя красотка. Вот этот магазин мы увидели. Тоже очень знаменитый здесь. Мебельный. Люди любят его. Посмотрим, что здесь есть. Ну, вот смотрите, как здесь никого нет. Эй. Нам говорят, что мы вельком на... Вельком, говорят нам. Вери, никого нет, да? И все внимание будет для нас. Так. И уже как-то дышать легче и радостно здесь. Интересно. Вы видите, ко всем совсем другой уже шик. Совсем другой шик здесь. Это вам не Икея, где там... Не знаю, из чего они там делают. Смотрите, какие оригинальные. Чили тоже считается немножко такая бюджетная. Это уже хорошо. Это нас и устраивает. Смотрите, какая прелесть. Вельвет. Вельветовая ткань. Ой, какой хороший диванчик. Так мне нравится. А что-то он пробежал мимо этого дивана. С нуля. Вот этот диван мне понравился. Иди посмотри. Буду вам показывать все. Видите, все в одном тоне можно сделать. И кровать такая велюровая, богатая, богатая, дорого-богатая. Самое главное, что мне нравится, что здесь никого нет. Все как сумасшедшие вернулись в Икею. Когда здесь... О, и ковры здесь хорошенькие. Сейчас мы что-нибудь найдем. Вот кресло, поднимающее вашу пятую точку. То есть, они цены неохотно выставляют, да? Цен нигде не видать. Вот такой стол у моей сестры, если вы видите. Прекрасный стол. Вот его цена. Такой ковер это или что? Его трогаешь, как будто собачку трогаешь мягкую. Будем смотреть ковры. Аппетит приходит во время еды. Мы пришли за коврами, но он еще нашел у себя вот такой диванчик. Хочет такой диван купить тоже новый. Хочет все новенькое. Сейчас посмотрим, что он выберет.